Здравствуйте, меня зовут Хитчуин. Моя тема – это техническое применение информационной инженерии в рамках курсов или рассмотренной цифроинформационной инженерии, цифровые платформы, искусственный интеллект и цифровое развитие. И я предоставлю применение технологии информационной инженерии в соседании с этими моментами знаний. И информационная инженерия позволяет транзионально использовать современные компьютерные технологии для полной электронной оборотки информации управления информацией. И сегодняшняя эпоха – это эпоха постоянного обновления и развития технологий информационной инженерии и связи с их технологией. А информационная инженерия проникла в практическую деятельность различных областей и отраслей. И поскольку модернизация продолжает ускоряться степени модернизации и синкетической развития технологий, информационная инженерия привели к быстрому развитию технологий. Некоторые информационные инженерии неосновная педицина быстрого развития информационной технологии заключается в том, чтобы сделать жизни людей более краткой, а работу более эффективной. Эффективное использование информационной инженерии привели к глубокому изучению современных технологий и создания необходимых технологий и технического обеспечения для них. И в настоящее время технология информационной инженерии уже не является простой технологией, а интегрирована с другими науками и технологиями, не только с эффективными методами и технологиями, но и для расширения сферы применения технологий информационной инженерии, значительно способствуя расширению сферы и полноценному применению современных технологий в инженерной информационной инженерии. И это мое ограбление. Первая часть – это разработка и применение технологий информационной инженерии. И с древним рост современной и электронной информационной технологии, технологии постепенно реализовал эффективную оборудовку и эффективное управление различными фидами информации, а также все большее развиваться в управлении мини-тиуризации и интеллекта, т.е. многие электронные информационные инженеры имеют определенную сложность, включает широкое цепо цунь и содержит много содержания, например, платформа электронного правительства и т.д. и все это относится к ее сфере. И применение технологий цифровой оборудования изображений в интеллектуальном транспорте в ключ к эффективной работе интеллектуальных транспортных систем нешит в получении полной и динамитической информации о дорожном движении в режиме реального времени при изучении интеллектуальных. транспортных систем, исследование и транспорка оборудования для сбора информации о дорожном движении, которое может эффективно получать информацию о работе дороги, вылетая транспортный поток скорости, классификацию транспортных средств, многое движения и другую информацию, является важным способом улучшения реализации интеллектуальных перевозок и правильный эффективный сбор информации о дорожной установке можно обеспечить эффективное управление дорожными условиями при получении правильной из-за своей временной информации о дорожных условиях и выдать руководящей информации, что позволяет добиться автоматической регулировки транспортного потока и сократить время, и которые транспортные средства проводят на красный свет, когда дороги свободны, и организации отвода транспорта сигнализации, ДТП и т.д., и поэтому постоянный прогресс технологий сбора дорожной информации в интеллектуальном транспорте является основной для эффективного развития интеллектуальных транспортных систем и необходимых условий для повышения безопасности и эффективности дорожного движения с быстрым развитием интеллектуальных средств сбора дорожной информации и технологии. В ее анализе сбора дорожной информации изменился от статического ручного сбора к динамическому автоматическому сбору и от сбора в одном режиме к многомерному режиму, многометодному сбору. Обычно используемые методы сбора данных вылетают радарные измерители скорости метод измерения скорости ТПС и инфракрасные обновления и т.д. Однако эти методы имеют некоторые недостатки, такие как высокая стоимость оборудования и влияние погодных условий и быстрого развития технологий цифровой оборудования. И изображение делает метод анализа и изображение все более широко используемой в области дорожного движения и унивается более комплексными, эффективными и устойчивыми помехами к помехам, чем доназительно им методы сбора информации о дорожном движении и может быстро и достаточно отражать реальные условия дорожного движения. И вторая часть – разночение задействия практического применения инженерной информационной технологии. Первый эффект – это эффект информационной индустрии и развития технологии электронного информационного машиностроения, связанного с безопасностью и процветанием страны, с развития научно-технического уровня и модель инициационным строительством. Поэтому для развития технологии электронной информационной инженерии необходимо соответствовать практическому применению технологии информационной инженерии во всех aspektах. Технология интеллектуальной информационной инженерии является инновационной и талантливой технологической отрасли, и талант является ключевым фактором для лучшего развития современной технологии. Технология интеллектуальной информационной инженерии только для создания среды и против благоприятной для развития талантливой технологии интеллектуальной информационной инженерии, чтобы позволить лучше развитие инициативы таланта, создавать лучшие продукты, и отрасль может продолжать развиваться и расти здоровым образом. И теперь многие традиционные предприятия имеют новое понимание экономической и экономической коммерции предприятия в процессе развития начала для экономической коммерции макета. Увеличение физики в этой области, новый бизнес и новые платформы продолжают развиваться в процессе, что обеспечивает цененную поддержку для развития традиционных предприятий, а также снятия доли тенга. В дольше времени развитие предприятия также будет рекомендовать определенную роль в продвижении, особенно для некоторых отдельных традиционных предприятий. Более важна профессий макет и микронной коммерции, некоторые традиционные отдельные предприятия, постоянно открытые для информации, и на этой основе строят интеллектуальную сетевую и цифровую платформу управления. С развитием времени многие предприятия ускорили интеграцию индустриализации и информационных технологий, ускоряя модернизацию предприятий и провести соответствующие предприятия. Современное промышленное развитие нуждается в поддержке технологий и информационных инженерий, и в дольше времени технологии и информационных инженерий могут сыграть свою роль в средствии развития в высокотехнологичных отраслях промышленности. И третья часть – это примеры применения технологий информационной инженерии. Современное развитие и применение электронных информационных технологий изменило образ уменьшения людей и способствовало развитию социализированного массового производства использования современной электронной информации, такой как цифровые мобильные телевидения, интернет-видео, интерактивные микроблоги и интернет-магазины изменено. Продукционный образ жизни, работа и общение людей пропагандируя скорость в моду и научный подход к жизни и в последствии на файл жизни технология модернизации инженерно-информационной техники используется в файл технике в офисном оборудовании и социальных услугах. Например, полностью автоматические стиральные машины, холодильник и кондиционер имеют современные электронные информационные технологии в системах управления или холодильник системах. И второе применение – это применение в выраженном производстве. Применение современных электронных информационных технологий в промышленном производстве может значительно повысить эффективность промышленного производства и увеличить его экономические и социальные преимущества. В настоящее время большие машины постепенно замерили традиционное трудное производство в промышленном производстве, что может рассекомить предприятия, определенные лица затрат на рабочую силу, но также повысить их экономическую эффективность и создать новый тип организации промышленного производства. В процессе производительского применения соответствующие инструкции по эксплуатации должны быть введены затраты. Затем принять управление инверторами и выпрямителями и т.д., чтобы в конечном итоге реализовать автоматизацию и управление соответствующим промышленным оборудованием, чтобы повысить экономическую эффективность и в дольше время, но и осуществлять определенную степень регулирования промышленного производства в определенной степени, чтобы уменьшить некоторые риски промышленного производства. И следующее применение – это применение в управлении болезни. Модернизация болезни на электронно-информационной инженерии обычно относятся к медицинскими информационными технологиями, а в узком смысле медицинская информационная технология включает в себя больше содержание в том числе клинические системы, основные системы болезни, интеграционную платформу болезни и медицинские интернет-системы, медицинскую платформу искусственного интеллекта и хранящих клинических талантных и т.д., а на рисунке один показал на то дня расходов на модернизацию болезни на электронно-информационной инженерии. Это примеры из моего опыта. В моем случае у меня дома полностью автоматическая стиральная машина, которая имеет две основные стройки – таймер. Первая – таймер во время оплаты с стиркой, а вторая – таймер для различных состояний, но двигателя во время стирки. Эти события устраиваются таймером и стиральная машина автоматически остановливается, когда достигается за данное время стирки в системе ноу-мониторинга автоматической стиральной машины, также используется современная технология электронно-информационной инженерии, что позволяет управлять ее дистанционно с помощью мобильных устройств и осуществлять комплексный мониторинг работы с стиральной машиной в режиме реального ноу-время. Следующая часть – это анализ перспектив развития технологий электронно-информационной инженерии. Думаю, что первая – цифровизация, так называется, гетонизация нейронно-информационной техник, но конкретно относится к преобразованию различной сложности из информации в данные, которые могут быть измерены, затем обработаны данные и, наконец, импортированы в компьютерную систему. Основные преимущества этого подхода можно суммировать следующим образом. Во-первых, цифровые сигналы более пытаются обработки и могут быть провернуты некоторые обработки. в результате, в которых некоторые сигналы содержат шум и легко пытаются искажения. Второе – это networking. Среди технологии электронно-информационной техники заключаются в соединении компьютеров и другого электронного оборудования в различных областях посредством коммуникационных технологий и компьютерных технологий, а затем реализация функций связей между собой в соответствии с определенным программным обеспечением сети, и, наконец, достижение тела и обеспечение того, чтобы пользователи могли обмениваться информацией такой, как изображение и данные с другой стороны в сеть, также позволяет передавать данные изексты из одного места в другой сеть. Среди технологий электронно-информационных технологий позволяют расширить носпект их применения. В современной отечественной ситуации наиболее характерным примером является широкое использование технологий компьютерных сетей в образовании, на торговле, но финансах и транспорте. Моё заключение, но подводя итог, можно сказать, что с быстрым развитием науки и техники инвестить в науку и технику влиялись, но стимулируя развитие электронно-информационной инженерии и современной технологии электронно-информационной инженерии широко используется в различных областях. На данном этапе несовременная технология инвестивная информационная инженерия является очень комплексной, удобной и эффективной. Это всё. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...